Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Подскажите, что делать в такой ситуации? Мы встречаемся уже год и два месяца с парнем, живём вместе. В общем, хорошо общались с его мамой, а потом вдруг испортились почему-то отношения. Она очень много стала накручивать плохого в мою сторону, и ей плохое про меня рассказало. Его мама меня выгоняла, но парень сказал, что уходит со мной. То есть, она выгнала нас двоих, случился конфликт, меня очень сильно облили грязью и обидели. Сейчас мы уехали, но она настроила всех родственников против него. Сама не общается, но хочет, чтобы он приполз. Всё время говорит, что я его брошу, я понимаю, как ему трудно, что делать в такой ситуации, как жить дальше, и смогу ли я простить те оскорбления, которые меня укрыли и выгнали. Спрашивает аноним. Ну, здесь в первую очередь, наверное, нужно сказать, что никто в общем и целом, да, не заставляет вас, так скажем, прощать. То есть, вы в этом смысле, если не хотите прощать его маму, то в общем-то и не надо прощать его маму. То есть, никто вас этого делать, это делать, в принципе, не заставляет и заставить, наверное, не может. Другой вопрос, почему так много внимания уделяется маме? Почему так много внимания уделяется человеку, который, в общем-то, к вам отношения не имеет? Если молодому человеку тяжело, если ему, ну, если ему болезненно, если ему, как вы говорите, вот непросто, то проблема эта, как мне кажется, в первую очередь, его самого, а не вашим. И ему нужно ее решать. Ему, а не вам. Вам, в свою очередь, надо бы прожить ту обиду. И боль, которая, ну, которая, вот, ну, наложила на вас эта ситуация, вот, которую вы описали. Вам нужно прожить обиду и боль, вот. И дальше уже смотреть, чего вы хотите. То есть, опять же, вы спрашиваете здесь, как жить дальше? Да вот, как жили, так, в принципе, и жить. То есть, живите, живите для себя. Наслаждайтесь жизнью с молодым человеком, вот. И, в общем и целом, все. Вот. То есть, это... Такая история. Вот. Но вы, как бы, к его маме, в этом смысле, не привязаны. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот. То, что, например, вам важно, чтобы с мамой у вас были хорошие отношения, да? Ну, не отменяет того факта, что маме хорошие отношения с вами не нужны. Поэтому я думаю, что вам здесь нужно поработать именно с своим восприятием мамы и вашими, может быть, страхами, вашими, ну, переживаниями, вот, если такие у вас, если, если вот такие у вас имеются, да, и так далее. То есть, необходимо как-то вот в эту сторону больше смотреть. Пока что, я понимаю, что вас задели, вот. Ну, прекрасно отдаю себе отчет в том, в том, что вас задели и вам неприятно. Вот, и думаю, что с этими аспектами, вот, именно с аспектами того, что вас задели, вот, нужно работать. То есть, вам нужно это прожить и, в общем и целом, сделать так, чтобы на вас это не оказывало влияние. Потому что сейчас влияние это оказывает, это может быть довольно, ну, довольно серьезно и довольно болезненно. Вот. Потому что и на отношениях с молодым человеком тоже может повлиять. Очень важно не брать ответственность на себя за мужчину. То есть, мужчине тяжело, мужчине трудно, я понимаю, но в известном смысле, то, что он сделал, а именно ушел с вами, вот, это его выбор был. Вот. И, соответственно, вы на этот выбор повлиять не можете, да и, наверное, не нужно этого делать. Вот. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь, по-моему, ответ. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Звучит музыка.